Возможно, скоро в Ненинском округе благодаря юным исследователям появится еще одна особо охраняемая территория – геологический памятник природы «Вастянский конь», а также новый туристический маршрут, большеземельский транзит и визитная карточка Пымвашора. Сегодня в Ненинском краеведческом музее прошел второй этап четвертого регионального конкурса «Природные сокровища тундры». В этом году конкурс проходит в рамках мероприятий, посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Всего на суд-жюри было представлено семь работ. Особенности ревьев на территории Олдова, сложения горных породов, связаны с действием брошенных пол. И значительная ценность представляет изучение естественных умножений, таких как вал маледного происхождения в «Вастянский конь». Карину Радюкину сегодня можно назвать первооткрывателем. На конкурсе «Природа сокровища тундры» девушка первая выступила со своей исследовательской работой, которая для многих стала настоящим открытием. Ведь далеко не все жители округа знают, что всего в 30 километрах от села Великовисочное по правому берегу Печоры есть уникальный вал «Вастянский конь». Именно это природное творение стало главным героем исследовательской работы Карины. Ушки просматриваются и мордочка. То есть, ну, у кого какая фантазия. У нас святой источник есть в этом районе, свадочка там чистейшая. В прошлом году Питерская какая-то группа географическое делала исследование, тоже вот в этих местах. Мы пришли к выводу, что до нашей эры это перевернутая часть земли была, и вот за это время таким образом наросло. Сохранить этот уникальный вал протяженностью около трех километров, высотой свыше 90 метров, по словам молодого исследователя Кариной Радюкиной, просто необходимо. Для девушки сегодняшнее выступление – это не просто конкурс, а призыв к спасению Вастянского коня. Мы выбрали эту тему в надежде на то, что будет внесена она в список охраняемой территории. Еще один проект, который был представлен на конкурсе, поможет привлечь туристов в Ненецкий округ. Проект туристического маршрута «Большеземельский транзит» представили ученицы Искательской школы Полина Чупракова и Алиса Мерзоева. Большая часть нашего маршрута покрывает глубокие в малое исследование региона, отрождение которой привлечь к Ненецкой информации в территорию и сети интернет. В данном проекте мы выбрали маршрут региона 4 особого дня в территорию. Водный маршрут с юга на север позволит туристу увидеть смену всех природных зон округа. Большеземельский транзит протяженностью почти полторы тысячи километров будет проходить через поселок Харуту. Природный памятник Бумвашор, Вашуткиные озера, заказник Морию, где находится уникальный реликтовый ельник, конечным пунктом станет поселок Каратайга. Преодолевать расстояние любители экстремального путешествия будут на вертолетах, байдарках, моторных лодках. Почти 20 дней наедине с Ненецкой природой в условиях полевой кухни, любительской рыбалкой и незабываемой фотосессии. Обойдутся туристу примерно в 63 тысячи рублей. Маршрутом уже заинтересовались представители туристических фирм. Высоко оценили проект и жюри. Большеземельский транзит, как и Вастьянский кунь, стал победителем конкурса «Природные сокровища тундры». Любовь Пермякова, Владислав Новскийн, Телеканал «Север».